Алло, алло! Здравствуйте, Игнатий! Это я вам сейчас звонила. Я рада вас видеть. Живого, здорового! Вы в самом городе Тюмени живете? Да, в самом. Мы там были, хорошо знаем. У нас там были родственники, батюшка там был, служил. Мой брат родной, он протоиерей. Здорово! А вы в какой храм ходите или к кому? Да, я хожу в храм. Сейчас храм Утолимая Печали в Тюмени. Он находится недалеко от меня. Вот, и я хожу как прихожанка, несколько лет назад выпекала просфоры. А еще, ну а сейчас благоукрашаю храм к праздникам. А вы священника такого знаете, отца Михаила Курочкина? У него брат епископ. Не знаете, он в Ишиме брат его, а Евсейхий Курочкин. Ну ладно, не знаете. Так, я вас слушаю, говорите. Вот, я уже вам в двух словах сказала, что у меня один человек, мой хороший давний знакомый, попал в такую тяжелую жизненную ситуацию. Он совсем потерялся, раздавлен, да. Вот, он много лет, он поет на клиросе. Ну, в общем, не важно, да. Это важно, это очень даже, это очень важно. Вот эта жизненная ситуация, это ничего не говорит. Одна жизненная ситуация такая, на него упало бревно, другой он разбил голову, третий сидел в заключении, вышел и не может устроиться. Это все ситуация. Нужно конкретно знать, о чем я, чтобы понимал. Говорите конкретно. Игнатий, миленький, ну, вот вы понимаете, во-первых, это, ну, как бы сказать, не мою, вот сейчас это моя, моя инициатива, да, позвонить вам. Да. Правда? Правда. То, что человек мне сказал, я думаю, вдруг это, ну, я как-то не могу рассказать все это, ну, на публику, да. Ситуация, на самом деле, тяжелая. Ну, вот в двух словах скажу, да. Он сейчас, на сегодняшний день, он остался вообще просто без квартиры, да. И, ну, и человек, поскольку верующий, он закончил семинарию, я точно не знаю, насколько… Как его назвать, фамилия его, имя? Это Петров, Петров, Аркадий, Аркадий Петров. Нет, я его не знаю. То есть вы меня как-то сразу выбили из колеи. Там у вас был дьякон, хорошо мне известный, Бурдин отец Сергий. Бурдин, у него отец… Кто? Бурдин, Бурдин Сергий. Отец у него был благощиной Красноярского края, он сейчас хитом и монах какой-то в Греции. Я кое-кого там знаю в Тюмени. Ну, я, честно сказать, никогда особо не интересовалась, я жила своей обыкновенной жизнью. Вот, как бы сказать, ну, посильно помогаю в храмах, особо никогда, ну, ни с кем не общаюсь. А если я какое-то время работала в кафедральном нашем соборе, тоже в Просфорне, помогала женщина. Так, об этом Аркадий говорите, что он… Что вы хотите услышать? Услышать то, что у него, его состояние какое, как он без квартиры остался-то, почему? Я, честно сказать, особо тоже сильно не знаю, потому что, ну, стараюсь в последнее время не вникать вот во все ситуации. Но дело в том, что он когда-то взял кредит большой, да, и, ну, там что-то произошло с фирмой. И человек полностью просто потерял все, да, ну, отдав там за долги. И он, ну, вот, буквально мы вчера с ним разговаривали, я сейчас ему пытаюсь помочь каким-то образом, да, ну, по крайней мере, вот, предложила пожить у меня какое-то время. Но я при этом отдаю себе отчёт, что, ну, то есть у него там ещё духовные какие-то, да, то есть он хочет служить Богу, вот так скажем. Он это выражает вот таким вот образом. То есть он хочет поехать в монастырь и служить Богу. Я просто знаю положение вещей в монастырях, я иногда бываю. И поэтому думаю, что насколько это вообще реальность. Ладно, тут не всё понятно. Я буду о себе спрашивать. А вы как узнали обо мне? Откуда? Игнатий, я узнала о вас совсем недавно. Я, честно сказать, узнала о вас в тот момент, когда Кураев, Диакон Кураев, вот это вот, поднял этот вопрос. Я в этот момент была, ездила в Ермолинский монастырь, в Ермолинскую пустыню, в Иваново. Вот. И там как-то плохо было со связью. Вы представляете, вообще удивительно. У меня был как раз новый телефон. И единственное, единственное сообщение, которое пришло вообще из космоса, да, ну, как бы припёрлось из Яндекса, да, это было, что Диакон Кураев уволен из МДА. Да, причём я никогда в телефоне буквально его перед поездкой купила. И вот. И я была там, приехала оттуда на крещение, перед крещением своим. Поскольку там у меня не было информации, да, я особо никогда и вверх телевизора у меня в доме тоже нет. Вот. Единственное, это вот окно в мир, это вот компьютер, да, который я иногда смотрю. Вот. И я тогда, знаете, как-то случайно, вообще я так сильно переживала, потому что я к Кураеву очень хорошо отношусь. Я его прямо, ну, я считаю, что человек этот такой миссионер, так же, как наш профессор Осипов. То есть они для меня, в общем-то, где-то… Я понимала, что происходит. И одним словом, я ВКонтакте там вышла на группу Диакона Кураева. И в какой-то момент была ссылка на вас, на вашу группу, по-моему. Вот. И там было видео вот о Чаплине, да, вот это длинное, о его комментариях, его выступлению Чаплина. Вот. И я тогда, помню, поздно ночью посмотрела, и тогда я вас впервые увидела. И вы мне настолько по духу, потому что вы бесстрашно просто сказали всё, что вообще происходит. Это было настолько… Меня это всё поразило. И я вот так вот тихонечко смотрела какие-то вещи. И вот я, в общем, счастлива, что вы просто есть, потому что для меня это такая духовная поддержка. Потому что порой бывает, что ты видишь ситуацию, ситуация, ну, она бесконтрольна, да, и ты понимаешь, что ты сделать с этим ничего не можешь, это очень тяжело на самом деле. А вы знаете… И когда появляется такой человек, то это, конечно, духовная радость. А вы знаете, почему в вашей душе то, что я говорил, разбирал выступление Чаплина, Всеволода, против Андрея Кураева, почему ваше сердце откликнулось на это? Правда. Значит, вы ищите правду. Тут дело такое, что у меня нет никакого образования… Так, я объясню сейчас. Вы пока… Ой, произошло что-то, что-то произошло. Подождите, а что? Я скажу, если бы я отвечал как все, вы бы не обратили внимания. А меня для всех не хватает. Я смотрю во свете Библии. Как Библия смотрит? Потому что по Святой Библии, по Евангелию, Бог будет судить нас на страшном суде. Связь прервалась. Ага. Неполадки в интернете. Неполадки в интернете? Тут еще нет. Ну, она сейчас постарается выйти. Нет, там рамка выскакила. Неполадки в интернете. Ага. Ну, вот видишь, она из Тюмени. Ей сейчас нужно все рассказать. Рассказать и про Кураева сразу. И об ее положении, и об этом человеке. Возможно помочь или нет. Потому что, видишь, он взял долг. А взял... А они, как правило, просто никак говорят. Да. Да. Ну, если у вас никак не водит, я попытаюсь сам на вас выходить сейчас. Я его перезапускаю компьютер. Давайте, перезапускайте. Потому что тут вопросы нам нужно разобрать и о Кураево, и о вас, и об этом Аркадии. Я вам отвечу на все вопросы. Пожалуйста. Давайте, переключайтесь. Ждать. Давайте, я жду. Да. Вообще, вырубился. Такого, говорит, никогда не было. Значит, если понимать, что кое-то по космосу, а духа... Где-то, князя мира, господствующего в воздухе. Ну, все считают, где ад-то внизу, под землей. А Слово Божие говорит, что он вверху. Он господ в воздухе. И поэтому, вот эти разные большие неполадки, когда что-то начинается духовно... У меня было это не один раз. Если просто я смотрю где-то, ну, про Украину, ни разу сбоя не было. Ну, интересуется. Но если только глубокий какой-то вопрос, переживание, нужна помощь. Внезапно, одна поломка, другая, третья. Тут, это не один раз, если бы один раз, а то я анализирую, в какой момент такое было. Что в это время неладное было, может, плохое. Нет. Очень важное, необходимое, сразу для нескольких человек. И поэтому он эту связь свободно может перерубить. Я не утверждаю, но... Ну, так надо думать. Князя мира, который господствует в воздухе. Он господствует там. И он говорит, который потерял свое жилище. Апостолы об этом говорят. Поэтому рассматривать надо не только как обыкновенная поломка. Я сажал картошку или копал, лопата сломалась. Это один вопрос. Я ел, и ложка переломилась. И банка лопова. Марина Федорович звонит. Федорович. Почему-то она на двух открылась. Сразу. Слава Богу, все открылось. Ну, вы как прервется, сразу еще попытайтесь. Я сейчас объяснял вам. Потом это мы вам покажем. У нас запись идет. Вы не волнуетесь? Я чувствую вас, что вы записываете. Вы потом зайдете на наш форум. Зарядите так. Форум Игнатий Лапин или Ютуб. Ютуб. Открытым оком. Запишите, как искать меня. Запишите. Ютуб. Я как-то выходила туда. Открытым оком. Во свете Библии. Четыре слова запишите. Открытым оком. Во свете Библии. Ага. И вы сразу выйдете на нас. На первые ролики. Вот то, что с вами разговаривает, это уже сегодня будет стоять в эфире. Я поэтому... Вот этот перерыв, который я рассматриваю более глубоко. Что может дьявол перерубает связь. Он князя мира, господствующего в воздухе. Тут важно... Я потому что знаю об этом. Это было много раз. Да. Он все это может делать. Наводит смуту такую. Так вот. Вы откликнулись на это и близко приняли, потому что в вашем сердце отклик. Есть что-то такое, что вам нужна правда. Я не семинарист, не академист. У меня нет духовного образования. Но я все время об этом молюсь. Господи, дай мне понять тебя и слышать голос Духа Святого. Что Бог говорит? Значит, находит вас отклик. Тут не в грамоте дело-то, а в том, что отклик духовное. У человека должно быть два вопроса решенные в жизни. Первое. Родиться свыше. Кто не родиться свыше, не может увидеть даже Царствие Божие. Даже мытарство не пройдет. Это третья глава Евангелия Теяна. И второе. Это Римлянам 8.9. Вы записывайте себе. Быстренько. Римлянам 8 глава 9 стих. Римлянам 8.9. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. В этом наша задача, о чем Серафим Саровский говорит. «Сижание Духа Святого». Если этого нет, все напрасно. Ты можешь ходить, причащаться и с причастием во рту и в ад пойти. Надо слышать голос Духа Святого. Куда тебе, Господь, призываясь не голосом слышать, а внутренне? Давыд говорит, однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, дважды. Один раз звук прозвучал, а другое мое сердце откликнулось и сказало, говори, владыка, как пророк Михей. Вот. Я кое-что у вас спрошу. Вы живете одна? Я живу со своей дочерью и со своим внуком. Я пятый год уже вдова. Поэтому мужчина в вашем доме нежелателен. Это крайне опасно. Я знаю об этом. Я вам говорил, это сделать нужно сегодня, а не завтра. Предупредите, скажите, мы разговаривали, это я для вас говорю. Вы запишите, я не буду ответить. Запишите. Да, коли вы не замужем, мужчина в вашем доме не должен быть. Не просто у вас муж там пятый, десятый, а замужем, венчанный, законный муж. Он не должен у вас быть, какой бы он хороший не был, вы его знать не знаете. Если бы вы давно знали, он был старик какой-то там, тогда можете взять и ухаживать за ним. Это другое. Второе. Вот он где взял долги-то где-то. Зачем он брал долги? Заимодавец делается должником заимодавца. Это прища Соломона. Должником. Из-под него говорят, смотри, чтоб постель не вытащили. Вот это и случилось. Когда мы потеряевку деревни начали основывать, мы ввели в правило никогда не брать никаких кредитов. Я должен переморщиться, один год сделать. Мы начали лопатой копать землю. А теперь трактора, машины, все есть. В долг нигде ни копейки не брали. У меня долгов вот нету. Я жизнь прожил, долгов вообще не было. Я буду на одну копейку жить. Побегу на вокзал, ночью кому-то помогу, заработаю. Там с крыши снег полезу скидывать. А этот человек сам себе это нашел. Он хотел хватануть и дальше что-то сделать. Он должен сам разобраться. Это ему не поможет. Ты за него сегодня платил, а завтра другое. Вот на это идут, на эту провокации люди, которые самостоятельно не жили или освобожденные откуда-то. Мы строим православные деревни. У нас определенные принципы. Там может быть только приехать, кто докажет, что у него пять качеств. Первое, что он никогда не лжет. Он должен доказать. И мы поверим должны. Не пьет спиртой, не курит, не матерится, не ворует. Вот пять. И потом принимает одиноких, совершенно не принимает. Они не могут прижиться. Он ничего там не сделает. Это как на голой кочке. Только молодые и с детьми. Верующая православная. А этих качеств еще дополнительных тем надо. Ну вот и решай. И своими силами, чтобы можно было построиться. Там помощи никакой не может быть. Только помочь крышу, шифер там положить. Все на этом. Каждый сам себя обеспечивает. У нас это не коммуна никакая. Все ходят в церковь. Кажется, сколько хорошо работал. У тебя много. Вот один у нас староста. У него 180 гектар земли. 180 гектар. У него, кажется, пять тракторов. А приехал у него ничего нет. Один ребенок. Жена сейчас. Мы открыли школу. Государственная школа. Она как зауч. Она наша школа. От сельской там. Ну сельсовет где. Как филиал этой школы. У нас до девяти классов. У него дочка, она заканчивает сейчас медицинский университет. Здесь у нас дочь. Сын учится в другом университете. А третий с ними дома. Вот. То есть, мы своими силами все делаем-то. Мы начали так. Трудно было получить статус. Его получили. Теперь официально на карту занесено поселок Потеряевка. Православное поселение. Где все верующие. Первым делом, что нам нужно. Вначале, чтобы было где молиться. Храм. Первую зиму у батюшки престол был на подоконнике. Шторку сделал. Литургия там шла. Антимин все был. Он протеерей. Он служил в Тобольске много. Это Тюменская ваша же там. И в Тюмени. В Омске служил он. Вот. Значит, с человеком я вам сказал. Больше напоминать не буду. Вы можете найти тысячи каких-то отговорок. Защищать его. В этом во всем будет Лукавый участвовать. Отговорок никаких не должно быть. Он не должен быть. И все на этом. А он на вокзал пойдет. Пусть на вокзале будет. Он сам это заработал. А о нем больше не ходатайствуйте. Через эту жалость женскую многие пали. Это не годится. Просто будь серьезным. Если у вас находится участок души, где вы слышите по совести рассуждает или нет. А Кураеву я сначала ответил как было. Я его знал. Ко мне приезжал сюда. У меня 38 книг вышло из печати. 38 книг. И он приезжал за книгами. Он обо мне отзывается. Кажется ни о ком так. Самый знаменитый миссионер России настоящего времени. Я так о себе не думаю. Это он на аудиторию там где-то выносил. И все это записано. Показывается. Выдающийся там. Я таким себя не считаю. Я просто живу благодарю Бога. Мы много миссионерствуем. В прошлом году мы проехали 15 государств. 6 мусульманских республик. Я везде в каждом районе дарю свои книги. Вот в Тюмени у вас в библиотеке мои книги. Библиотеки. 38 книг. Вы можете зайти в библиотеку. Национальная. Главная ваша библиотека. Краевая. И спросить. Книги Лапкина у вас есть? И мне потом скажете. Вот. Хорошо. И вы можете смотреть там к истину православия. Книги большие. Каждая книга 750 страниц. Это не просто книжки какие-то маленькие. Толкование полное нового завета святых отцов с комментариями. С откровением вместе толкование. Это не наше толкование. По всем святым отцам православной церкви с первого века. Это отец Геннадий Фаст все сделал. Он в моем доме обратился. Немец. Менонит. Немец. Баптистский руководитель. Он был преподавателем в университете. Потом обратился. В Томске был. В моем доме он обратился. Покаялся. И теперь он батюшка протоиерей в Абакане Хакасии. Московской патриархии. Вот этот, который Кришнеид убил голову, то отрезал отец Григория Романахта. Это тоже в моем доме он обратился. Это новые люди совершенно были. Поэтому интернет тоже надо использовать для благовестия. Нынче у нас большое предстоит, если только все будет благополучно. Мы выезжаем отсюда 27 мая. Дальше мы заходим в Грецию через Украину. Эту бунту еще надо пройти нам. В Румынию, Болгарию. Через Грецию. Выходим на Италию, Францию, Испанию, Португалию. Дальше идем. Возвращаемся. Новая виза открыт даже через неделю в Англию. В Шотландию. Возвращаемся в центр по Германии. Берем все эти Люксембурги и Швейцарии. И уходим через здание на Скандинавию. Это там Финляндия, Швеция, Норвегия. И потом там уже люди ждут, собираются священники. И везде в каждом государстве мы дарим полный комплект книг. Это Господь нас на это поставил. Дальше переплываем мы в Финский залив и начинаем по Прибалтике. Литва, Латвия, Эстония. А потом мы уходим на север. До самого Мурманска хотим пройти. Еще мы должны посетить примерно 120 городовых сел в этом году. Успеем или нет. У нас три человека и собака. То, что мы делаем, это никто никогда не делал. Это нельзя сделать. За нас молятся все. И вы просто молитесь. Мы своего не ищем. Мы всех людей призываем в храмы Московской Патриархии. Мы никуда не зовем больше. Никуда. Но в самой Московской Патриархии крайне неблагополучная обстановка. И я ее никогда не скрываю. Я не могу скрывать. Мои слова должны быть в пророческом духе. Как Бог сказал, так я и говорил. Как исправить? Как Патриарх Кирилл об этом говорит? Надо менять тактику. Выходить на распутье дорог. Переформатировать сознание народа. Менять тактику. А священник забился, он стоит там с кадилом и все мочит ладошкой где-то. Люди-то не крещеные. Крещение – это троекратное полное погружение. Канон 50-й апостольское правило. Вот вы зайдите на наш форум. Просто зарядите форум Игнатия Лапкина. Запишите. Форум Игнатия Лапкина. Я написала уже. И вы там зайдете 1600 тем о крещении, о чем угодно. Более полной темы трудно составить. Ну и зарегистрируйтесь с русскими буквами свое имя, фамилию. Иначе на нас много роботов. А латинские буквы модераторы могут просто замести и выкинуть. Он пакости делает. Ну разные там люди, нехорошие. Ну у нас вообще-то тихо бывает. У нас сильно хорошие модераторы, программисты. Я-то в этом деле не участвую. Они просто меня на руках несут. Вот тут я вам могу, может быть, оказать помощь материалами. Если зайдете на наш сайт, это форум, а то сайт. Сайт тоже во свете Библии. Там запишите сайт. По-русски зарядите в Google или в Яндекс. Ага. Сайт во свете Библии. И вы там найдете звук видео, зайдете. Там 50 книг моим голосом начитаны. Их можно скачивать и слушать. Библию, дома картошку чистишь, а я у вас на кухне буду считать вам. Библию и все. Полностью 12 томов Златоуста. 12 томов Жития Святых. Григория Дещенко. 4 книги. Это все насчитано было, за что я отбывал срок в свое время. Это Господь так делает. И вы пришли в очень нужное и богатое место. Мы всегда рады новым людям. Спасибо, Господи. Ну, в общем, ответ на свой вопрос я услышала. Никаких надежд у него нет, да? Никаких. Надежда у него должна быть только на Бога и Бог выведет его. Он должен работать сейчас. Мы встретили двух в лесу, они выкопали подземелье и там жили и работали. А после этого получили квартиры. Надо уметь выходить. Когда шел Ермак, Хабаров, это люди мирным путем шли. Это когда уже начались у них войны, это другой. Вот мы начали здесь, крапива. С собой привезли лопаты. Лопаты начали крапиву выкорщевывать. Ну, а теперь техника работает. Теперь школа государственная работает. И с нуля все. Держит коров. Вот у староста у него даже 36 голов, кажется. А другой держит свиней до ста. У батюшки около ста вещек. Батюшка не ходит с тарелкой. У нас не принято это. Отдельная община. К нам приезжают архиереи Московской Патриархии. И вместе служим мы. Нас ничто не разделяет, кроме отношения к делу. Вы там увидите все. Хорошо, спасибо господин. А если зайдете на видеоканал, видеоканал открытым оком на ютубе, там 1750 наших роликов. Наших. Там все есть. И в школе. Я начальник детского лагеря, организатор лагеря детского. Очень известный лагеря. 41 год. Наша миссионерская поездка, где мы бываем, где я в храмах говорю проповедь. Там все есть. Видео. Большие-большие ролики. Спасибо господи, что вы есть. Да, мы еще что тут. Вы видите там толкование в Новом Завете. Видео. Около 100 роликов. 90 с чем. Вот на днях только мы закончили новый материал по житиям святым. Жития святых во Святи Библии. 83 ролика составлено. 83. Даже по полчаса взять, и то это будет 40 с лишним. Игнатий, сейчас задам вам вопрос, пока мы с вами общаемся. А то вы потом уже уедете, вас так будет не добиться. Да. Скажите мне, в Евангелии написано, поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступили с тобою. Вот я на протяжении всей своей жизни пыталась это делать. Сейчас я вижу, что, наверное, это неправильно. То есть Библия написала... Понимаете, это рассудительно. Это рассудительно надо. К Антонию Великому, когда подошли, одни говорят, самое главное это молитва, а другой говорит, пост, третий милостынь. Они говорят, решили не спорить, а пойти к нему. Что самое главное? Он говорит, рассудительность. Умам сообразить надо. И тогда у тебя молитва на место станет и пост, и милостыня. И вот что вы сказали, да, как хотите, чтобы с вами поступали. Как со мной поступали? Со мной, чтобы поступали всегда так, чтобы все это содействовало спасению, а не потворствованию. У нас везде очень строгая дисциплина, она помогает нам выстоять в этом бушующем мире. А вот у меня нет ничего... Ничего нет, будет. Я в это верю. Вот мы где проехали, нас пугали. В Чечне они ездили. Мы два раза в Чечне в прошлом году были. В Азербайджане. Это другое государство. Это... Там проехать нельзя. И мы везде все прошли, все границы. Ну, Шенгенская зона открыта, а тут другие правила. Мы в доме мулы ночевали. И там свидетельство какое было о Боге. Я ходил в мечеть молился. Мусульмане. А они только голову резать. Нет. У них очень хорошие люди. Вот у нас все одеты по форме. Вы, если на наш зайдете в форум или в mail.ru, в mail.ru обязательно заведите страничку. И Игнатий Лапкин. Я там один. Только там две странички. Одна я с голубем. Это не надо. А просто в шапке. Вот с голубем. Это контрольная страничка. Модераторы ведут. И мы здесь. Я вам просто могу легче говорить. Любой вопрос. А чтобы выйти по скайпу. Вы назначили вот в это время сегодня. Пятница. И выходите через неделю в пятницу. Просто когда попало, у меня нельзя. У меня люди отовсюду. До Южной Америки заходят. Я определяю канал какой-то. Ну, я на улице бываю и тогда не бежать. А нет, значит, по телефону брякнете. По телефону не более двух минут разговаривать. Он вредный. Он спекает мозги. Просто надо какие-то принципы знать. И знать останавливаться вовремя. Еще вопрос. Все остальные вопросы как-то из головы ушли. Я просто очень счастлива вас видеть. Мои книги вы не видали. Я даже, честно сказать, боюсь, что у меня не будет времени. А то, что я буду их слушать, так как слушаю Диакона Кураева и Осипова, то, конечно, это очень удобно. На самом деле, когда я занимаюсь на кухне... На Ютубе тогда можете быть. На Ютубе все найдете. Там все есть. А там я насчитываю полностью Библию. И вы ее можете главами скачивать, и у вас будет на кухне, и я буду считать вам Библию. Спасибо, Господи. Я рада вас видеть. Спасибо, Христос. С Богом. Давайте. Храни Господь во славу Божию. Спасибо, Господи. Давай, отключайся теперь. А, я первая, да? Ну все. Значит, если вопросов нет, я уже отошел. С Богом. С Богом. Я не верила, что она крепится и вдруг сразу наткнулась. А я ей даю слушать. Я говорю, слышишь, тут какие звуки-то? А голуби-то шумят? Нет, это голуби воркуют. Вот. Ну вот так. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова